23 февраля в Москве в рамках проекта «Здоровые дети, здоровая Россия» состоялся гала-праздник, посвященный закрытию 22-х зимних Олимпийских игр и Дню защитника Отечества. Организаторами выступили Центр организационно-методического обеспечения физического воспитания Департамента образования Москвы, Международная академия спорта Ирина Винер, совместно с федерациями по видам спорта при поддержке Центрального совета сторонников партии «Единая Россия». Попытались соединить эти два праздника – День защитника Отечества и окончание Олимпийских игр. Я думаю, что во всем этом символичном есть большая история, потому что 22-е Олимпийские игры – уже история. Россия уже победила. Кстати, из 13 золотых медалей 9 армейские спортсмены завоевали, и в общей сложности армейцам принадлежит чуть больше 60% олимпийских наград. Но в День защитника Отечества, я считаю, для своего народа армейцы более серьезного подарка сделать не могли. Ну а ребятишки, которые сегодня только начинают свою жизнь, в том числе и спортивную жизнь, они пришли и показали, что они могут. Это еще начинающие спортсмены. У нас великолепные залы, великолепные тренера. Самое главное – должно быть настоящее желание, чтобы из этих еще необчесанных спортсменов, прошу прощения, стали олимпийские чемпионы. А вот это, я абсолютно убежден, случится буквально у каждого из них через несколько лет. Продолжение следует...